Добрый день! Сегодня у нас в студии главный педиатр города Севастополь и заместитель главного врача 5-го городской больницы Борис Морозов. Добрый день! Добрый день! Я знаю, что вы получили благодарность президента. Расскажите, пожалуйста, за что? В прошлом году, когда началась эпидемия коронавируса, и мы не очень понимали, как и что с ним делать, я участвовал в организации работы приемного отделения, которое в Москве принимало детей, собственно, с коронавирусом. Как вакцинация может повлиять на гормональный фонд и на репродуктивную систему ребят? Ну, это интересный вопрос. Не совсем он мне понятен. Придется сделать небольшое лирическое отступление. Есть такой предмет в медицинском университете, в Академии в Симферополе тоже проходит. Называется он клиническая фармакология. И есть так называемые основные принципы в клинической фармакологии. Так вот, основной принцип назначения какого-либо лекарственного препарата – это эффективность. То есть первый вопрос, который мы должны задать в отношении любого препарата, в том числе вакцины, а вакцина – тоже лекарственный препарат – это насколько она эффективна. И лишь затем, когда мы выяснили, что она эффективна, среди равных по эффективности мы выбираем наиболее безопасный, а затем среди равных по безопасности выбираем наиболее дешевый. То есть на первом месте должен стоять эффект, который мы ждем от вакцины. А уже потом мы должны думать о безопасности. Потому что сравнивать надо факт вакцинации и факт невакцинации. Если вы вакцинируетесь, то существует некий гипотетический риск каких-то побочных эффектов, которые есть у любого лекарственного препарата. Вы выпили таблетку анальгина – получили побочный эффект. Ну, возможно. Выпили таблетку и бупрофена – получили некий риск побочного эффекта. Сделали вакцину от столбника – получили риск побочного эффекта. Сделали вакцину от коронавируса – у вас существует риск каких-то побочных эффектов. И этот риск надо сравнивать с риском заболеть. Ну, заболеть коронавирусом – занятие крайне малоприятное. И тогда давайте мы с вами сравним риск проблем гормональной и репродуктивной системы от вакцинации и риск для гормональной и репродуктивной системы человека от заболевания коронавирусом. Как вы понимаете, что сравнение будет в пользу вакцины. Так сказать, заболевание коронавирусом нанесет существенно больший удар по гормональной и репродуктивной системе, равно как и по всем системам организма, чем вакцинация. Мне неизвестно случаев, чтобы после вакцины от ковида какие-то произошли проблемы с интересующими вас системами организма человека, равно как и с другими почему-то вас неинтересующими системами человека. Дальше мы с вами должны вспомнить такое явление, как статистическая ошибка выжившего. То есть после, не значит вследствие, вы выпили таблетку анальгина, и вам на голову упал кирпич. Это не значит, что он упал от таблетки анальгина. Вы сделали вакцину от чего-то, не обязательно от коронавируса, и у вас развелось некое заболевание. Дебютировал сахарный диабет, аутизм, проблемы с гормональной системой, репродуктивной системой. Но почему вы считаете, что если это произошло после вакцинации, это произошло из-за нее? Если мы рассмотрим пример, ну, частая история, дебют сахарного диабета первого типа. Пациенту делают какую-то вакцину, неважно какую, АКДС, например, самую нелюбимую в народе вакцину АКДС. И у ребенка через месяц дебютирует сахарный диабет. Но нет вакцины дебютирует. Вакцина, лишь, так сказать, запустив выработку антител, которую она должна запустить, к сожалению, приблизила дебют заболевания. А заболевание развелось бы и так. То есть патологический процесс в организме и так был. И тут мы приходим к тому, что да, к сожалению, вакцина А равно как любое заболевание в той же самой степени, инфекционное, может ускорить неизбежное. То есть человек, к сожалению, находился в риске заболеть каким-то заболеванием репродуктивной или гормональной системой, которая вас интересует. И, к сожалению, вакцина может приблизить дебют этот, но с той же вероятностью, с которой этот дебют приблизит грипп, ОРВИ, аденовирус, норовирус, энтеровирус, все что угодно другое. Получилось длинно, витиевато, но, надеюсь, понятно. А скажите, есть какие-то прогнозы по предыдущим волнам? Волн у нас будет ровно столько, сколько у нас будет непривитых людей. Коронавирус – типичная респираторная инфекция, подчиняющаяся всем эпидемиологическим принципам, правилам, закономерностям любой респираторной инфекции. Она приходит к нам пару раз в год в пике, мы видим весна-осень, со сдвигом на зиму иногда. Волнообразный подъем-спад, подъем-спад. Пока у нас не будет достаточно иммунной прослойки, либо вследствие всех переболевших, но за всех переболевших мы заплатим очень большую цену, либо пока не будет иммунной прослойки вакцинированных, этих волн у нас будет бесконечное число. Вот пока все не привьются, будут волны до бесконечности. А почему вирус так быстро мутирует? Коронавирус мутирует с точно такой же скоростью, как и любой другой вирус. Вообще вирусам свойственна быстрая мутация. Вирус гриппа мутирует, и из-за этого каждый год ВОЗ обновляет состав вакцины. Не так ощущаемо? Ну, вам не ощущаемо, а нам очень даже ощущаемо. И для гриппа тоже проблема, кстати, его быстрая мутация, потому что вакцину надо менять, дорабатывать. Поэтому он мутирует с ровно такой же скоростью, как и все любые другие вирусы. Другой вопрос, в чем заключаются мутации вируса? Мутирует-то он в разных направлениях, но закрепляются мутации, которые, очевидно, приносят вирусу какой-то выигрыш. И, естественно, выигрыш ему приносит усиление факторов патогенности, факторов адгезии. То есть то, что позволяет ему легче поселяться в человеке. И вот эти мутации закрепляются, и мы их видим. Но, опять-таки, это характерно для всех вирусов. Я не могу сказать, что он мутирует как-то необычно быстро. Как все. Сколько времени нужно, чтобы полностью восстановиться человеку после болезни? Зависит от того, как тяжело вы болели. Потому как, если вы болели в легкой форме, то вы будете восстанавливать свою аносмию. Вы не будете чувствовать запахов некоторое время, и вам будет причинять дискомфорт. И через некоторое время это восстановится. Через неделю, две месяцы, полгода, год, а может никогда не восстановится. И понятно, если вы болели, споражили легких 50%, и лежали в реанимации на ИВЛ, то, наверное, восстанавливаться будет чуть дольше. Если вы стали жертвой так называемого цитокинового шторма, наверное, вы будете восстанавливаться несколько дольше, чем если вы болели в легкой форме, без температуры, просто с мышечными болями. Коронавирус, он ровно такой же микроорганизм, патоген, как и многие другие. И здесь мы с вами говорим про взаимодействие макроорганизма человека и микроорганизма вируса. Это взаимодействие двух геномов. Соответственно, как это взаимодействие пройдет, вопрос индивидуальный. Оно может пройти в легкой форме, тогда вы быстро восстановитесь. А может пройти в тяжелой форме. И тогда останется вы будете долго. И мучить. А есть какой-то средний промежуток времени, когда длится восстановление? Смотря что мы подразумеваем под восстановлением. То есть после коронавируса мы получим анасмию, отсутствие запаха, и постинфекционную классическую астению, то есть просто ослабленность организма. Ну и, возможно, получим некоторые осложнения, которые принесет за собой болезнь. Каждый из этих осложнений, ну а анасмию, я говорю, до года может сохраняться. Постинфекционная анастасия тоже может порядочное время, месяц быть и два. Во всем мире появляются публикации, что после коронавируса люди глупеют на 10%. Ну так пишут зарубежные источники. Это навсегда. Это необратимо. Легкие, но тоже нужно на регресс симптоматики в легких, в том числе рентгенологические зарядное время. Это индивидуально. Но это исчисляется неделями, месяцами. Не десятилетиями, но и не днями. Слава богу. А что вы посоветуете принимать? Может быть, какие-то витамины для восстановления? Для восстановления именно? Ну да. Смотрите, государство, выделяя деньги, запустило программу диспансеризации переболевших коронавирусом и программу реабилитации переболевших коронавирусом. Поэтому если вы переболели коронавирусом, я вам советую обратиться в терапевт, в поликлинику и, соответственно, начать делать то, что положено, а не самостоятельно принимать витамины и все прочее. Потому что, повторюсь, в зависимости от того, в чем ваше восстановление должно заключаться. То ли дело, вы боретесь с достаточными проявлениями в легких, другое дело, вы боретесь с постинфекционной астенией, третье, вы каким-то образом пытаетесь восстановить себе нюх. Что делать для профилактики под коронавирусом? Тут тоже все логично. Коронавирус – это инфекционное заболевание, придающееся воздушно-капельным, преимущественно путем. Потому что надо делать все то, что мы делали всегда для того, чтобы не заболеть гриппом или любой другой респираторной инфекцией. То есть не контактировать. Если вы не контактируете с больным коронавирусом, то вы не заболеете. Это логично. Конечно. Вот. Дальше действует принцип, как в радиации. От радиации защищаются материалом, временем и расстоянием. Соответственно, если вам нужно контактировать с коронавирусом, контактируйте с ним минимальное время. Защищайтесь от этого дела средствами защиты. Вот. Время, расстояние, материал. Не подходите близко. Ходите в маске, перчатках и минимальное время. Если можно встать пораньше и поехать в институтный троллейбусе пустом, ну, поедьте, встаньте пораньше, поедьте в институтный троллейбусе пустом. Если можно встать пораньше и дойти до института пешком, встаньте и дойдите до института пешком. На велосипеде можно доехать. Доедьте на велосипеде. Не контактируйте с больными. Если есть возможность не обниматься с соседом по партии, который чихает и кашляет, не обнимайтесь с ним. А скажите, почему вакцину, разработанную в России, не признает ООС? Это вопрос политический. Представьте себе, что вы что-то выпускаете. Например, вы делаете хорошие крымские шоколадки, классфабрика шоколадок. Вы же не хотите, чтобы продавали ваши шоколадки, и не хотите, чтобы продавали хорошие шоколадки, даже лучше, чем ваши немецкие. К сожалению, вакцины делаются фармакологическими компаниями, это бизнес, и, к сожалению, этот бизнес накладывает свой отпечаток. Мы вынуждены с этим считаться. Нам должно быть глубоко все равно, признает ООС или не признает ООС. Вы же, когда порезались, мажете ранку зеленкой, но зеленку ООС не признает. Вы же, когда у вас болит живот или голова, пьете анальгин? Пьете. В 120 странах запрещено. Как бы вас же тогда это не смущает? Почему вас смущает, что вакцина в ООС не признана? Ну, не признана, ну, и бог бы с ней. Она есть и помогает людям. Как вы считаете, нужно уже закрывать границы? Границы Российской Федерации? Граница на замке? Да. А для чего? Чтобы больные не приезжали. А, чтобы больные индусы к нам не ездили. Да, да. Так у нас своих больных индусов хватает. То есть вопрос понятен. Ну, имеет ли смысл сейчас закрыть границы, чтобы не завозить новые случаи? Ну, во-первых, у нас своих случаев за глаза. То есть мы свои цепочки очень долго будем прерывать, пока все не привьемся. Вот, а полностью эти границы мы же не закроем. Мы живем в эпоху глобального мира. У нас комплектующие, вот телефон у вас, он сделан из китайских комплектующих. Их же надо привезти. Вся электротехника у нас из китайских комплектующих надо привезти. То есть мы полностью границы не закроем. Вот, потому что, значит, мы провалимся в средневековье, какой-то Арканар, я не знаю, в каменный век, в мир братьев Стругацких, я не знаю, что мы провалимся. Мир глобальный, границы закрыть полностью не удастся. И, естественно, это ничего не даст. Какой-нибудь водитель-дальдобойщик, который повезет нам в фуру с телефончиками, к сожалению, бессимптомно привезет нам этот самый штамм. И это нам ничего не даст. Какова вероятность заразиться от человека, который болеет без последствий? Ой, прошу прощения, у которых... Еще раз. Какова вероятность заразиться от людей, у которых не проявляется коронавирус? Вопрос не до конца изучен. Вероятность, в принципе, высока. То есть мы говорим о неких вирусовыделителях. То есть мы берем здорового человека по каким-то причинам, зачем-то. Ну, как мы узнаем о том, что такой человек существует? Откуда вообще об этой проблеме мы узнали? Человек собирается на плановую госпитализацию, там, грыжку вырезать, камушек из желчного пузыря убрать, ну, мешает ему. И ему надо сдать мазочек. А он абсолютно здоровый, не кашляет, не чихает. Приходит он в поликлинику, сдает мазочек, а мазочек положительный. То есть на его слизистых, с которой мы соскоблили, вседит в них вирус. И вот перед нами стоит простой вопрос. Если мы смогли этот вирус ватной палочкой из его носа изъять, будет ли он вылетать при чихании с аэрозолем? Да, будет. Даже если он без симптома. Вакцинация и ее последствия до конца не изучены. Не опасно ли прививаться? Ну, это немножко отсылка к нашему первому вопросу, что как бы на первом месте стоит эффективность. То есть мы должны выбирать, между тем, безопасно ли заболеть, или безопасно ли привиться. Все-таки привиться безопаснее, чем заболеть. Вот. Тут могу проиллюстрировать на своем примере. Значит, я два раза переболел, мне это надоело, надоело болеть. И я привился, и пока больше болеть не планирую. Как видите, жив, цел, здоров. Второй комплект рук не вырос, щупальки не выросли, не выросли. Хвоста нет, в камеру, конечно, не видно, но хвоста нет, точно говорю. А какова продолжительность инкубационного периода? По нынешним действующим методическим рекомендациям от 2 до 14 дней. Вот. Больной, к сожалению, больной коронавирусом заразен. Ну, как, собственно, и все респираторные инфекции, это самое коварство. Их он заварен в продромальном периоде. Он еще не знает, что он заболел. Он чувствует вообще недомогание, что-то не так, погодка там. Луна в пятом доме, давление скачет, что-то мне нехорошо. А он уже заразен. Вот в чем проблема. Какие возрастные группы охватывает ковид? Ну, на сегодняшний день болеют все. От грудничков до стариков. И если раньше мы говорили, что тяжелые формы характерны только для пожилых людей и для людей с какими-то сопутствующими заболеваниями, диабетом особенно, то сейчас мы понимаем, что тяжелая форма, к сожалению, может развиться у любого человека. Но много моих новых друзей и старых друзей работают в ковидных госпиталях. И мы такую ведем для себя простую статистику чисто на пальцах. Сколько больных в реанимации привитых? Ноль. Это для нас самый главный критерий. Мы встречаемся, идем в горы в поход, или посидите где-то. И вот мы спрашиваем друг друга, ну что, у тебя в реанимации были привитые? Были у тебя на ИВЛе привитые? Нет, не было. Привитые поступали, но они все какие-то легкие, средние, тяжелые. И все. Вот это для нас важно, и это греет нам душу. Верим и советуем прививаться. Чем еще отличается ковид в прошлом году и в этом? Если в прошлом году мы считали, что цитокиновый шторм, то есть проблемы со здоровьем у пациента наступят в дальней перспективе. То есть, да, вот он заболел, и у нас есть некоторое время, скорее всего, с пациентом все будет хорошо. Сейчас такого нету. Сейчас пациент может на этот день уже угодить в реанимацию. То есть, вирус стал, грубо говоря, злее. Но на самом деле злее-то не стал. Организм. Он изменился так, что организм реагирует на него более бурно. Собственно, проблемы, которые человек имеет с коронавирусом, это проблема скорее бурной реакции на этот возбудитель. И вот сейчас организм стал реагировать более бурно и рано. И, соответственно, человек раньше может попасть в реанимацию. Да, это очень бесчально. Поэтому всем прививаться. Ну, это разумное решение. Надо просто взвесить риски. Нарисовать сеточку вероятностей. Если я проявлюсь, то у меня вероятность, что у меня вырастет хвост такая-то. А если я заболею коронавирусом, то я попаду сам в больницу. Мои родители попадут, бабушки попадут. Моя жена, любовница. Все попадут. Все попадут в больницу. Ну, зачем вам это нужно? Кто вам будет кашу варить или супчик? Прекрасно. Всем большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok